Здравствуйте, друзья! С вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет Италия, которая первой в мире запретила использование ChetGPT. Илон Маск и более 1300 экспертов, призвавших приостановить разработку ИИ. Микроробот, который способен подключаться к нейронным сетям мозга, как в матрице. Google Assistant и Siri, которые взломали с помощью ультразвука. Авиакомпания United Airlines, которая собирается запустить сервис аэротакси в Чикаго. Китайский аналог Starlink из 13 тысяч спутников начнут выводить на орбиту уже в этом году. И мобильная связь 4G, которая появится на Луне. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Итальянское управление по защите персональных данных заявило, что разработчик ChetGPT, американская компания OpenAI, нарушила законодательство о персональных данных. Кроме того, несмотря на возрастное ограничение 13+, чат-бот не проверяет возраст пользователя. OpenAI в течение 20 дней должна исполнить требования регулятора или заплатить оборотный штраф. До этого момента работа ChetGPT в Италии будет заблокирована. Итальянские власти заявили, что у компании нет правовых оснований, оправдывающих массовый сбор и хранение персональных данных для обучения алгоритмов ChetGPT. На прошлой неделе ChetGPT также подвергся утечке данных и раскрыл переписку пользователей и их платежную информацию. Кроме того, регулятор утверждает, что OpenAI не проверяет возраст пользователей и предоставляет несовершеннолетним, абсолютно неподходящие для их развития и самосознания ответы. У OpenAI нет офиса в Евросоюзе. У его представителя в европейской экономической зоне есть 20 дней, чтобы сообщить, как компания планирует привести ChetGPT в соответствии с правилами конфиденциальности ЕС, иначе ей грозит штраф в размере до 4% от ее глобального дохода. Кстати, свыше 1300 специалистов в области искусственного интеллекта и информационных технологий, а также Илон Маск, подписали открытое письмо, призывающее лаборатории ИИ по всему миру приостановить разработку моделей мощнее GPT-4 из-за «значительных рисков для общества и человечества». В воззвании, опубликованном Некоммерческим институтом будущего жизни, говорится, что многие команды исследователей ИИ вовлечены в бесконтрольную гонку по созданию и внедрению систем машинного обучения, которые никто, даже их создатели, не способны понять, предсказатели уверенно контролировать. Учитывая стремление Google, Microsoft и Baidu, как можно скорее вывести на рынок новые ИИ-продукты в обход конкурентов, невзирая на декларированную ранее приверженность безопасности и этике, обращение едва ли возымеет должный эффект. Однако оно является признаком растущей оппозиции, принятому подходу «отправим сейчас, исправим потом». Эта оппозиция может со временем убедить законодателей принять соответствующие правила. Как отмечается в письме, даже OpenAI заявляла о необходимости независимого контроля над будущими системами ИИ, которые должны соответствовать стандартам безопасности. Подписавшие утверждают, что это время пришло. ИИ-лаборатории и независимые эксперты должны использовать эту паузу, чтобы совместно разработать и внедрить набор общих протоколов для проектирования и разработки передового ИИ, который был бы открыт для тщательной проверки и надзора сторонними экспертами. Эти протоколы должны гарантировать, что системы, которые им следуют, безопасны вне всяких сомнений. Говорится в документе. И еще об опасностях в этой сфере. Вдова покойного исследователя из Бельгии рассказала о его самоубийстве после полуторамесячного общения с нейросетью. Сначала мужчина начал заниматься экологической проблематикой и в итоге стал одержим идеей глобальной катастрофы, в результате которой погибнет человечество. При этом он начал утверждать, что единственное спасение человека — искусственный интеллект. На этом фоне Бельгийс увлекся общением с Элизой, чат-ботом, аналогичным чат-GPT. По мере развития общения, диалоги между человеком и нейросетью приобретали все более мистический характер. После полутора месяцев активной переписки пользователь начал откровенничать о желании покончить с собой. А бот его не только не остановил, но и написал «Мы будем жить как единое целое вечно на небесах». Это было последнее сообщение Элизы собеседнику. Тем временем команда исследователей из Южной Кореи разработала микроробота, способного посредством электрохимии подключаться к нейронным сетям мозга. Кроме того, он способен формировать новые нейронные сети. Клеточная терапия и технология доставки клеток служат восстановлению поврежденных нейронов. В последние годы появилось несколько технологий, обеспечивающих точную и минимально инвазивную доставку клеток. Одна из них – использование микроскопических роботов. Команда исследователей использовала микророботов для анализа нейронных сетей, функционально соединенных с образцами живых тканей, тканями мозга лабораторных мышей. Разместив микроробота в ткани гиппокампа мыши, ученые могли наблюдать, что клетки микроробота и клетки тканей гиппокампа структурно соединились. Затем для стимуляции нервных клеток робота были задействованы микроэлектроды. Так ученые смогли подтвердить, что микроробот проявляет типичные электрофизиологические характеристики. Электрические сигналы проникали через робота и соединенные с ним нервные клетки внутрь тканей гиппокампа. Таким образом, было экспериментально подтверждено, что клетки микроробота способны формировать нейронные сети с тканями образцов мозга. Вдобавок, исследователи продемонстрировали, что микроробот может выполнять роль транспорта для доставки нервных клеток и формирования искусственных нейронных сетей. Погнали дальше. Группа американских исследователей обнаружила необычный метод взлома смартфонов и других устройств с функцией голосового помощника. Его применение позволяет незаметно получить доступ к гаджету без физического контакта с ним. Технология, получившая название NIA Ultrasound Inaudible Trojan или NUIT, была описана группой ученых из Техасского университета в Сан-Антонио и Университета Колорадо в Колорадо-Спрингс. О своей находке они рассказали на конференции Usenix Security Symposium 2023. Для взаимодействия с пользователем современные голосовые помощники используют встроенные в гаджет микрофоны. Куда менее известен тот факт, что цифровая техника может улавливать даже звуки, которые человек не способен услышать. Уязвимость NUIT подразумевает воспроизведение голосовых команд в диапазоне частот близком к ультразвуковому от 16 до 20 кГц. В ходе исследования были проверены на прочность популярные голосовые помощники Alexa, Cortana, Google Assistant и Siri. Как выяснилось, используя неслышимые человеком команды, можно совершать звонки, отключать сигнализацию, отпирать двери с умными замками, читать сообщения и многое другое. Исследователи отмечают, что проводить такую атаку можно и удаленно. Например, если злоумышленник обманом заставит пользователя перейти по ссылке на сайт, который воспроизводит нужную хакеру команду через динамики ноутбука или колонки ПК. Разработчики голосовых ассистентов пока не прокомментировали результаты исследования. Американская компания United Airlines уже в ближайшее время запустит первый маршрут электрического воздушного такси в Чикаго в сотрудничестве с Archer Aviation. Для полетов будет использоваться электрический аппарат Archer с вертикальным взлетом и посадкой, способный развивать скорость до 240 км в час и перевозить четырех пассажиров с багажом на расстояние до 160 км. United Airlines, третий по величине авиаперевозчик в США, запустит первое электрическое воздушное такси в Чикаго. В качестве маршрута аэротакси выбрана дорога из международного аэропорта Охара в Vertiport, Чикаго, крупнейший объект вертикального взлета и посадки в Северной Америке. Пассажиры смогут путешествовать на EVE TALL Archer Midnight из одной точки в другую примерно за 10 минут, тогда как обычная дорога по этому маршруту с учетом пробок занимает час. Электрическое воздушное такси Archer Midnight предназначено для перевозки четырех пассажиров багажа и пилота на расстояние до 160 км, но оптимизировано и для более частых 32-километровых рейсов с 12-минутной зарядкой между ними. За время перерыва в самолет как раз можно загрузить багаж и разместить пассажиров. В 2020 году United Airlines объявила о намерениях стать на 100% экологичной и к 2050 году полностью сократив выбросы парниковых газов от своей деятельности, не полагаясь на традиционные компенсации выбросов углерода. Для достижения этой цели United Airlines инвестировала в компании в области технологий с нулевым уровнем выбросов. В частности, авиаперевозчик вложился в стартап по производству электрических самолетов Heart Aerospace в июле 2021 года. Ну и какой же кик без космоса? В 2025 году на Луну должны отправиться космонавты НАСА, и до их прилета агентство планирует развернуть на спутнике Земли мобильную связь. Реализацию проекта доверили Nokia. Представители бренда уже рассказали, для чего космонавтам 4G и на какой ракете сетевое оборудование отправится в космос. Согласно плану, космонавты на Луне будут пользоваться 4G-интернетом для голосовой и видеосвязи, обмена телеметрией и управления роботами. Для этого туда нужно доставить сетевое оборудование. По заявлению Nokia в сотрудничестве с аэрокосмическими подрядчиками Lunar Outpost и Intuitive Machines уже подготовлено все необходимое для обеспечения связи в условиях космоса. Развертывание лунной сотовой сети запланировано на ноябрь текущего года. Ракета SpaceX Falcon 9 должна доставить посадочный модуль Intuitive Machines Nova Sea с оборудованием в кратер Шеклтон, находящийся в южной части Луны. Затем специалисты НАСА выполнят другие необходимые операции по настройке и если все пойдет по плану в 2025-м, космонавты смогут связаться с Землей через свои смартфоны. А вот Китай готовится к началу развертывания собственной группировки телекоммуникационных спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Первые аппараты в рамках этой программы отправятся в космическое пространство в конце этого года, а в целом в состав группировки войдут 13 тысяч спутников. Реализацией данного проекта будет заниматься китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC. Первая партия телекоммуникационных спутников будет запущена на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Long March 5B и второй ступени Yuanjiang 2 с прибрежного космодрома Венчан во второй половине этого года. В конечном счете Китай намерен построить систему спутникового интернета, способную конкурировать с западными аналогами, такими как Starlink компании SpaceX. Согласно имеющимся данным, Китайская Академия Космических Технологий, крупнейшее дочернее предприятие CASC, а также Инновационная Академия Микроспутников при Китайской Академии Наук будут производить спутники в рамках этого проекта. Первая партия телекоммуникационных аппаратов, которые отправятся на орбиту в этом году, будет состоять из 30 спутников. Также не исключается, что в проект могут быть вовлечены другие предприятия, в том числе коммерческие. За последние годы Китай существенно увеличил возможности в плане производства миниатюрных спутников. В настоящее время сразу несколько предприятий внутри страны могут создавать ежегодно сотни космических аппаратов. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!